Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, опять из Сан-Диего, Зарата Джанова, иммиграционный консультант, нотариус. И сегодня я хочу начать свое видео с того, что спасибо большое всем, тем, кто поздравил меня с праздником, тем, кто пожелал мне крепкого здоровья. Хочу вам сказать хорошую новость, что я иду на поправку, слава богу, но я пытаюсь сейчас все-таки работать чуть-чуть меньше, потому что немножечко боюсь, и врач рекомендовал, чтобы это не было слишком много. Поэтому вчера я не работала, отдыхала, а вот сегодня решила немножечко прийти, встретиться с двумя остальными клиентами и продолжить свою работу. В целом, все хорошо, надеюсь и желаю вам того же, чтобы у всех было все хорошо, все по плану, чтобы все были здоровы и чтобы никакие болезни не сбивали вас с пути. И если же вы болеете, я надеюсь, что вам скоро будет уже легче. Теперь давайте перейдем к делу. Так как я обещала, что я буду говорить по шагам, по определенным шагам, которые вам нужно принимать, когда вы приезжаете в Америку, сегодня я хочу рассказать о получении прав, драйвер-лайсенса. Конечно же, на этот счет информации очень много, и вы можете в интернете найти эту информацию повсюду, но я думаю, что у каждого, например, блогера или влогера вы можете найти какую-то информацию, которая может быть полезной только для вас. Сегодня я хочу рассказать о получении прав в Калифорнии, потому что это то, что я знаю и то, как я проходила. И я бы сказала, что система получения прав, конечно же, ничем не отличается от других штатов. Единственная разница в том, что в каждом штате правила разные. У нас в Калифорнии сначала вы сдаете письменный тест, а потом уже сдаете тест на вождение. Теперь давайте мы поговорим о том, кто может получать права. Значит, если вы приехали по туристической визе, и ваша виза, скажем, на 3 месяца или на 6 месяцев, и вы решили здесь остаться, то вы можете пойти в DMV, это организация по всему США, которая выдает именно права, и вы можете с ними зарегистрироваться. Насколько я знаю, в Калифорнии обычно права будут вам давать до окончания вашего I-94, или же до момента окончания того дня, который вам офицер вписал ваш паспорт. К примеру, если вы приехали 1 января, вам дали, например, разрешили въезд до 1 июня, это значит, вы можете поехать, вы можете получить ваши права только до 1 июня. И начиная со 2 июня ваши права уже будут недействительны. Значит, для них очень важно, что вы находитесь в легальном стране. Так как у нас мы в основном ориентируемся на визу невесты и на визу жены, хочу сказать, что по визе жены вы, естественно, когда въедете, вы заедете, и у вас уже будут все документы готовы, грин-карты сразу придет, и вы можете пойти и подать на долгосрочные документы, на долгосрочные права. Опять-таки будет тот же шаг, выучить сначала письменный тест, сдать вождение и ваши права, смотря в каком штате вы сдаете. У нас, например, в Калифорнии сначала дают на 5 лет, а потом каждые 5 лет, насколько я знаю, они обновляют. По визе невесты здесь немножечко по-другому, потому что, когда вы приезжаете, если вы, например, не поженились, это значит, что вы не можете получить ваш social security номер. Поэтому после того, и это значит, что вам нужно уехать назад, если вы не поженились, в течение 90 дней. Но если же у вас все пошло хорошо, и вы поженились, это означает, что вы можете пойти и получить ваш social security, не дожидаясь, пока ваша гринкарта придет, сразу после того, как вы поженились. Потому что некоторые люди не знают, что они могут пойти и получить свой social до подачи документов в USTIS. Поэтому знайте на будущее, что когда вы приезжаете, после того, как вы поженились, вы можете получить свой social security и пойти с этим номером зарегистрироваться на driver license. Опять-таки хочу сказать, что это будет зависеть от штата. У нас в Калифорнии это позволяют. Насчет других штатов, к сожалению, я не знаю, но если вдруг у вас будут какие-то вопросы по другим штатам, вы мне напишите, я проверю по любому штату, где они будут давать или же не будут давать вам права по social security и по визе невесты. Теперь давайте расскажу немножечко о самом процессе, потому что я знаю очень-очень много случаев того, как наши люди сдают на права. Но процесс такой. Я, естественно, дам все ссылочки, когда под описанием этого видео, и вы можете зайти туда и посмотреть. В принципе, я бы вам посоветовала, чтобы вы начали изучать эти правила, уже будучи у себя в стране. Вот у нас в Калифорнии на изучение правил, мне кажется, больше, чем 10 языков. И это означает, что вы его можете найти и на русском языке. Я обязательно для Калифорнии приложу именно эту книжечку на русском языке, чтобы вы знали, как это выглядит. В каждом штате свои правила движения. В каждом штате. Поэтому вы не можете, например, взять права, то есть правила для Калифорнии, и изучать, например, для другого штата. Поэтому обязательно вы должны знать, в какой вы штат едете, зайти именно на веб-сайт DMV.org своего штата, и оттуда уже найти правила, то есть вашего штата, и изучать оттуда. Потому что я, например, когда я приехала, моя наша, то есть знакомая, подруга, она мне принесла книжку с DMV, она со мной изучала, и я пошла, сдала сразу, с первого раза, на 100% сдала. Это через два месяца после моего приезда было, как сейчас помню. С первого раза сдала. Но мой сын, когда ему 16 исполнилось, он захотел тоже получить права, потому что папа его там обещал, закончишь школу, там поступишь в универ, я тебе куплю машину. И он тоже решил сдать на права. Вот так вот. Молодой человек, он сдавал пять раз. И он сдал только на пятый раз. Потому что он знал правила хорошо, он часто со мной ездил, он мне даже показывал всё. Но он не мог сдать правила. Во-первых, он всё это изучал на русском языке. Почему-то он решил, что ему на русском будет удобнее. И ходил туда. И был уверенный, что он всё знает. И знал всё четыре раза. И потом уже, когда он уже начал разочаровываться, говорит, «Мам, неужели я человек, который поступил в университет, не может сдать какой-то там тест?» Я говорю, «Потому что не учишь? Потому что идёшь, как будто бы ты всё знаешь». Я говорю, «Если бы ты выучил, если бы ты книжку прочитал от корки до корки, вот тогда бы ты знал». «Да я знаю все правила». Я говорю, «Да даже если знаешь, это что-то не показывает на бумажке». В итоге он берёт книжку на английском языке, читал, вот видела, читал, прям где-то два или три дня и сдал. он говорит, «Я, наверное, никогда в жизни так не радовался, как я радуюсь сейчас». Я говорю, вот видишь, я говорю, если не изучать, то, естественно, если ты будешь думать, что, «А, я всё знаю», то, естественно, ты не сдашь. Вот. Насчёт вождения, конечно же, меня учили, тоже, опять-таки, моя очень-очень хорошая знакомая, которым я безмерно благодарна. Они меня учили на своей машине. И я вспоминаю, когда я ездила, когда села первый раз за руль, сколько пота с меня. О май гад. И ещё еду, у них ещё руль был с какими-то там такими пупырышками, а я еду, вот так схватила, и потом схожу с машины и смотрю, у меня на руках эти шишечки. От этого руля настолько было страшно. Я не смотрела ни налево, ни направо. И вот только ехала. Вспоминаю сейчас, конечно, сейчас смешно, но на тот момент было не смешно. И, конечно же, с практикой всё приходит. И когда только научилась, почему-то у наших соотечественников всегда такой страх выезжать на фривей. на большие трассы выезжать. Вот у меня тоже был этот страх, и я ездила только по городу. В колледже училась, только по городу ездила. Куда бы ни ехала, там даже если час займёт, ехала по городу, потому что боялась выйти на фривей. И потом уже, когда работу переводчика получила, я думаю, господи, я же не могу там с одного конца города ехать там в другой, это меня там займёт, наверное, где-то часа два, и вообще возможно ли это. В итоге, когда у меня было одно очень такое срочное задание, я выехала на фривей, не знаю, как я доехала, я помню, что там мне все сигналили, но я доехала, я доехала и обратно тоже. Ну, конечно же, уже потом, когда научилась на фривей ездить, уже для себя считаю, что на фривей намного удобнее ездить, чем в городе, потому что это быстрее. Но это приходит с практикой. Я бы вам посоветовала, чтобы вы ездили, например, если будет обучать ваш муж, ваш жених, чтобы вы ездили поздно вечером, тогда, когда машин мало. Также хочу сказать, что все те, кого обучали их мужья, они говорили, что это самые худшие учителя, потому что они так ругались, они очень-очень многие жаловались, говорили, что они, как бы, их мужья там орут на них, кричат на них, что неужели, ты это не понимаешь, а фактически это они не понимают на самом деле, что мы не понимаем, как ездить, потому что мы только садимся за руку. Многие нанимают учителей, но это дорого, потому что это от 40 до, начинается от 40 долларов в час, эти инструкторы, эти инструкторы ихние, но те, кто решается, чтобы там их мужья обучали, бывают такие нервотрёпки, поэтому будьте готовы. Меня обучала моя подруга, это, наверное, потому что у меня мужа не было на тот момент, наверное, это плюс, один плюс того, что на тот момент не было мужа, и я как бы не испугалась, потому что многие говорят, что после того, как он на меня накричал там по середине дороги, я долго не могла сесть за руль, я всё время боялась, поэтому подумайте о том, как вы будете учить, или же, когда вы будете обучать, или же, когда ваш муж будет вас обучать, попросите, чтобы он на вас не кричал, чтобы он был более терпеливым. Вот. Это одна из моих рекомендаций. Естественно, знаний и правил тоже никто не отменял, вы их должны знать. Вот. И когда вы будете ездить по городу, после того, дай бог, когда вы сдадите свои права, получите, то есть, свои права, я бы вам порекомендовала, чтобы ваш GPS был на английском языке, потому что так оно у вас сядет, так английский у вас будет на слуху все время, turn right, turn left, понимаете, потому что, когда человек делает все, как ему удобно на русском языке, я не думаю, что это у него идет прогресс, и поэтому я бы вам советовала, чтобы получение, то есть, вождение ваше также шло на английском языке. Значит, это было получение письменного теста, получение теста на вождение, процесс такой же, вы регистрируетесь, и у нас в Калифорнии платят 35 долларов за тест вождение, и оно вам дает право также три раза сдать бесплатно. Если три раза вы не сдаете, то вы переходите на... то есть, вам нужно заново заплатить на 35 долларов, и если вы второй раз не сдаете, то вам придется сдать ваш фирмит еще раз, то есть, письменный тест еще раз. Поэтому подготовьтесь очень внимательно. Теперь про тест про вождение, тест на вождение. Со своей практики скажу. Вот, я, я когда приехала на вождение, у меня инструктор попался поляк. Вот. Он мне что-то... Было только два месяца, я же говорю, было только два месяца, как я приехала, он мне что-то говорил по-английски, я ничего не понимала, честно, он мне что-то говорит, я ему yes, 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 и еду дальше. Потом, ну, в общем, я сдала, тоже с первого раза сдала, и он приехал, и он моей этой подруге, которая меня привезла, он говорит, она ничего не понимает, она говорит, ничего не понимает, но я ей дам, говорит, потому что она кажется хорошей, женщиной, вот, и, в общем, он мне дал, утвердил, но я не думаю, что он меня утвердил за хорошую, там, за то, что я хорошая женщина, наверное, я что-то правильно сделала, и они очень-очень сильно обращают внимание на то, чтобы вы были осторожны в пути, потому что осторожность, она очень такая важная вещь, я извиняюсь, осторожность очень такая важная вещь, потому что они боятся не только за вас, но и за других пассажиров, за других водителей, людей, чтобы вы им не повредили, и когда они видят, что человек осторожно ездит, для них это очень важно, и теперь вот сын этой моей подруги, он был хорошим водителем еще в Сузбекистане, вот, ездил так, ну, отлично ездил, потому что много-много лет практики, он тоже не мог сдать пять раз, потому что он садился за руль, и его мама говорит, сядет, говорит, за руль и едет вот так, кому, говорит, это понравится, естественно, инструктору не понравится, когда ты сидишь за рулем так вальяжно, они, естественно, это воспринимают как бы вызов, наверное, и, наверное, думают, дай-ка я тебе пообломаю рога, они это и делают, вот этот парень, он не мог сдать пять раз, но была одна семья, которым я помогала, когда они приехали, и они ко мне обратились, чтобы я им одолжила свою машину, то есть научила этого парня водить машину, и я его учила тоже, и вот когда он пошел, ну вот он был супер-супер осторожный, и все делал так медленно, и вот как-то так вот, вот все-все-все было там как будто там на замедленной пленке у него все-таки в итоге мне мой сын говорит, мам, он не сдаст, я говорю, он именно и сдаст, он говорит, нет, он не сдаст, говорит, ну, в общем, я его везу сдать тест, и он такой с машины выходит, и такой, он говорит, Зара, я сдам, я говорю, видишь, своему сыну, хочу сказать, что заметила, что люди, которые показывают свою осторожность при вождении, они именно то, что я там знаю, ну, извини меня, там с барского плеча поедут, да, и когда они это видят, вот эту, знаете, распущенность, наверное, это такое неправильное слово, а я имею в виду, что когда они видят, что человек как-то так неответственно относится к этому, они не позволяют, они не позволяют таким людям, поэтому, когда вы будете сдавать на права, покажите им свою осторожность, покажите им, что вы все делаете там внимательно, покажите им свою внимательность, чтобы они знали, что все, что вы надежны, и что вы не представляете опасность на дорогах, поэтому я бы сказала, что когда вы придете на тест, вот это обязательно запомните, значит, когда вы приходите сдавать на тест, на тест вождение, у нас в Калифорнии, когда у вас есть письменный тест, вы не имеете права ездить по этому письменному тесту, это называется driving permit, вы не имеете права по нему ездить, если рядом с вами нету человека, у которого есть права, вот, если же рядом с вами будет сидеть человек, у которого есть права, вот тогда вы можете ездить, а после получения своих прав вы уже можете сами ездить, и человек, который привезет вас на своей машине, я бы вам порекомендовала так, чтобы вы учились на одной машине, издавали тест на той же машине, чтобы вы привыкли, чтобы вы были, как бы, чтобы вы знали, что эта машина вам удобна, вы знаете, где свет, где выключать, где что, потому что все эти вопросы у вас будут спрашивать, и человек, который вас привезет, у него должна быть страховка, у него должна быть регистрация на машину, и он должен показать свои права, которые не истекли, и тогда вам позволят создавать тест на его машине, рядом с вами будет сидеть инструктор, он вам ничего не будет говорить, за исключением того, там, поверни налево, поверни направо, сделай такой поворот, сделай, там, поехали туда, или сделай такой паркинг, паркинг это, как, я забыла, как это называется, когда вы ставите свою машину, парковка, вот, припаркуйся так, припаркуйся сяк, и вот, вот кроме этого он вам ничего не будет говорить, вот, поэтому, поэтому очень важно, чтобы вы знали, какие команды он вам будет давать, с вами они не позволят человека, который может сидеть с вами и переводить вам, поэтому вы должны это все знать сами, и поэтому я бы сказала, что изучение правил, оно должно быть на русском языке, а все-таки знание вот этих слов, там, поверни направо, налево, подними руку, опусти руку, там, они будут это спрашивать тоже, там, вы должны это, конечно же, понимать на английском языке, чтобы у вас был базовый английский язык. получение прав в Америке, я бы сказала, составляет, но больше половины процента вашего успеха, потому что иметь транспорт, это очень важно. В Нью-Йорке, например, там не обязательно иметь транспорт, но у нас в Калифорнии это очень важно, иметь машину, потому что общественный транспорт, он не работает хорошо у нас тут, автобусы ездят каждые там 30-20 минут, и поэтому иногда на автобусе вы не доедете даже до своего места, куда вам нужно доехать. Поэтому если вы хотите работать и жить в Калифорнии, то вождение машины для вас должно быть очень важно. Я бы рассказала также где и как пить машину из своего опыта, но я думаю, что это будет очень долгое видео, я думаю, что я сделаю следующее видео, но просто хочу сказать, что наверное, лучше начинать не со старенькой, но с такой не побитой машины, чтобы, потому что иногда в начале все равно будете царапать машину. Я, например, когда начала, наверное, раза три или четыре все-таки и меня поцарапали, я кого-то поцарапала, и поэтому наверное не надо начинать сразу с дорогой машины. Ну, если вам финансы позволяют, почему нет, начинайте с дорогой машины. Вот, я думаю, что я рассказала сегодня, как получить права, какие могут быть у вас казусы, будьте готовы к ним, и, естественно, я приложу все ссылки на то, где смотреть на получение прав, где смотреть на сдачу теста, и если что у вас будут вопросы, вы всегда можете ко мне обратиться, я буду больше чем рада вам помочь. Опять-таки я хочу напомнить, что если у вас есть вопросы, вы можете со мной связаться через WhatsApp, Telegram или же Emo, и также написать на мой email-адрес, и если вам нужна помощь в заполнении иммиграционных документов, на подачу визы невесты, или же на подачу туристической визы, визы жениха, или невесты, на привоз детей в Соединенные Штаты, и многое другое, вы всегда можете ко мне обратиться. На моем веб-сайте вы можете узнать про цены, но цены всегда варьируются, и если же у вас нет возможности сразу заплатить, я всегда делаю payment plan, который вам позволяет заплатить за 2-3 раза, и мы всегда можем с вами обсудить цену. Ну вот, желаю вам всего доброго, надеюсь, эта информация была полезной, будут вопросы, обязательно пишите. Всего вам доброго, желаю всем-всем-всем крепкого здоровья, с вами была Азара, до свидания. субтитры, субтитры,